Друзья, здорово! Выбрались на рыбалку, здесь кто-то что-то палил И смотрите, что я обнаружил Видать, хотели спалить на медь Красавчик! Трансформатор, еще и надписи есть Фух! Карантин мы соблюдаем Если вдруг кто-то там переживает По любасу найдутся Законодательство мы чтим Хороший Точно, наркоманы хотели опаливать медь Или опаливали, и забыли Забираем Красава! В первую очередь, следует определить Первичную обмотку трансформатора Если обмотка целая, конечно Путем прозвонки тестером Была определена обмотка с наибольшим сопротивлением Именно она, со значительной долей вероятности И является первичной Включаю трансформатор в осветительную сеть На всякий случай, первое включение Произвожу через лампу накаливания Для новичков Лампа включена в разрыв одного из проводов сетевого питания Вторичная обмотка оказалась также цела Точнее, одна из вторичных обмоток На ней напряжение порядка 30 вольт Такой величины многовато Для моего устройства вполне достаточно напряжения 16-20 вольт В этой связи, необходимо произвести перемотку трансформатора В первую очередь аккуратно удаляю наружную бумажную изоляцию Да это же какое-то вредительство Вы посмотрите Бумага пропитана клеем Ну ё-моё, это же специально Чтоб никто не мог разобрать Ну ёлки, аджеш Скатобаза, я извиняюсь Иду на риск Кипяточек И вот так вот Словно кекс запекается Не знаю, к чему это приведёт Главное, не напаскудить Не навреди Но я всегда хотел попробовать замочить трансформатор Ну не в смысле замочить, типа угробить А в смысле попробовать таким образом снимать вот эту изоляцию Которая покрыта лаком, клеем и прочим материалом Прочим веществом И я думаю, достаточно Отмотал вторичную и заменил выводные провода первичной обмотки Теперь же моя задача изготовить свою вторичку Под необходимое мне напряжение Диаметр провода 0,7 мм Диаметр провода можно рассчитать в зависимости от выходного тока Если же нет желания заморачиваться с расчётами Диаметр можно выявить по специальной таблице Наматываю витков до 20 так называемой тестовой обмотки После этого включаю трансформатор и замеряю выходное напряжение Путём несложных механических вычислений Определяю общее число витков, которые мне нужно намотать Ну и собственно произвожу намотку Стоит признать, что в идеале лучше всего использовать новый намоточный провод Однако стоимость такого провода впечатлит любого даже олигарха радиолюбителя Тем не менее отчаиваться не стоит Добыть этот самый провод в достаточно хорошем состоянии очень просто Например его можно раздобыть в старом кинескопном телевизоре Практически процесс завершён Основная обмотка готова При всём при этом добавлю ещё одну низкотоковую обмотку На напряжение вольт 10-12 Уверен, впоследствии она мне пригодится Коллеги, вот о чём я вам говорил Чем вам не провод Раздобыт в старом мониторе Это была отклоняющая система Провод где-то 0.25 Даже наверное 0.2 Новый Ни подгораний, ни повреждений, изоляции нет Подойдёт Для проведения проверки Соединил всё согласно принципиальной схеме Хранящейся у меня в голове Основные компоненты следующие Диодный ММОСТ Резистор Резистор переменный, проволочный Здесь имеется подвижный контакт Посредством которого можно изменять сопротивление На данный момент сопротивление выставлено 4 Ом К большому сожалению амперметра у меня нет Мой любимый тестер приказал долго жить Он меряет отныне только напряжение и сопротивление В режиме измерения тока ничего не происходит Всё это случилось после того, как я попытался замерить ток в режиме 10 Ампер И он и сдох Вообще честно вам признаться, с тестерами мне не везёт Я наверное уже штук 5 поменял Вот таких электронных И все они у меня жили не более 3 месяцев Вот плюну и куплю советский Скорее всего так и будет Для начала измеряем напряжение в режиме холостого хода Напряжение в районе 16 Вольт Пока что отключаем И подключаем нагрузку В нашем случае резистор 4 Ом Посмотрим насколько просядет напряжение Включаю Напряжение 9 Вольт Кому интересно, подсчитайте В целом результатом я вполне доволен Мощности СИГО-трансформатора для моего устройства В котором он будет использоваться вполне достаточно Для более серьезных, допустим, блоков питания Опять же лучше всего использовать именно импульсный источник КПД повыше Но это совсем другой уже уровень, так сказать Тем не менее Линейные источники напряжения продолжают пользоваться популярностью Ибо имеют целый ряд преимуществ Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим На СИМ все Вот такая вот спасательная операция трансформатора И в то же время потеря Я бы не сказал, что дорогостоящего Но тем не менее измерительного прибора Покеда